Вот это важнейший момент. Мы с вами сейчас такой маленький мастер-класс. Причем я ни на какую сторону вставать не буду. Я бы, может быть, вообще бы не стал бы, поговорил бы с Николаем Георгиевичем и высказал свое мнение, и все. Но дело в том, что он попросил меня озвучить это все на гостевой. А в гостевой мне надо, чтобы ответить, надо там десятки фотографий и несколько страниц текста. Тогда я решил поговорить с его согласия. Я напечатал, перенес сюда его письмо. Оно очень важно, оно касается всех нас, даже у тебя, поверьте. Сейчас задним поймем, почему у нас абрикосов нет. Вот. Так что это не личный наш разговор. На сайте указания я столкнулся с стороны какого-то Сергея Ивановича из Екатеринбурга обвинением мне во лжи. Это Сергеев-то во лжи. Вы знаете, кто такой Сергей Николай Георгиевич? Это, как сказать, если взять 100 лучших садоводов в России, он будет в первом десятке. Если взять 50, он в первом десятке. Если взять 10 садоводов лучших, он опять будет в этом десятке. Вот тут такой Сергей. Вот. Ну, есть такая привычка многих гердаз спорить, вылазить. Я вот, кстати, вот, почему меня нигде не встретите, ни на каких этих самых сетях? Потому что тут же грязь потоком. Ну, вот он усунулся. Итак, некий Сергей Иванович обвинил его во лжи. Заключается в том, что нет сортов абрикосов, которые бы не были подвержены подопреванию. Это самое главное, почему у нас абрикосов нет. Второе калеченье. Главное это это. У меня корневая шейка у ствола абрикоса не подпревает. А их растет где-то 15 штук. Первому дереву за 30. Ну, то и рекорд почти. Вот. Живое и здоровое. На днях разговариваю с Николаевичем Петериным. Это тоже один из этих патриархов. А он пишет. Патриархам абрикоса на Южном Урале. У него тоже абрикосы не подопревают. Поршу отливиться тех, у кого абрикосы не подопревают, с указанием сортов, чтобы выявить сорта, не подвержены подопреванию. Вот. Ну, в общем, не ставлюсь специально ни в чью сторону. Я вначале просто раз мы... Помните, я как-то с уважением говорил, а я это назвал королевская рань. Вот яркий представитель. Вот он. Сейчас вы его видите. Так. Вот он. Это как сказать? Человечище. Каба не он. Ну, меня бы тоже, можете, знали бы, но не так. Вот. Это он организовал слет. Там, где это самое. Мне удалось рассказать все, что я знаю. Вот видите, что это за... Это... За человечище. Это я говорю с огромным уважением. Так. Ну, ладно. Сейчас переходим к делу. Теперь. Это... Естественно, время терять не будем. Кому надо, вернется, это же будет запись. Прочтет лишний раз. Прочтет. Так. Об этом. Наверное, ссылки у вас будут открываться. Наверное. Так. Я выбрал из тех фотографий, которые он прислал, самую подходящую. Вот она. Вот его абрикос. Видели? Действительно, никаких следовопыт при войне нет. Вот. Все не мог. У меня и так уже все раздуто из этих фотографий. И теперь смотрите. Ну, мне всегда так. Тут же получаю второе письмо. Смотрел ваш... Кстати, мы продолжим эту тему. Подрел последний видеоролик о черенках. У вас снега совсем нет. Я почему еще сюда вниз? Вы понимаете? Вы видели этот видеоролик? И тут же радостный виск. Именно виск. Понимаете, какой? Ну, есть люди просто... Они путают Краснодарский край и Краснодарский. По схожести звучания. Вот. Это ладно. Вот. Многие не знают, где Краснодарский край находится. Не знают, что он в Сибири. Но вы все учились понемногу. Вот. Знаете, как все в школе учат? Ну, а есть другое. А. У него климат в Краснодарском крае. Как Краснодарском. Вот, пожалуйста. А у нас была аномальная весна. Теплая невероятная. Первая за... Вот сколько я тут 35 лет живу? Первая такая. Снега и так не было. Он взял, сошел. Я провел, я провел этот съемку, выставил в Ютуб. Вот. Ну и что? Тут же выпал снег после этого. Самое обидное. Зимой нету, весной выпал. Гололед. Ездить невозможно. Вот. Все не как у людей. Вот. И получилось как? Я тут же, помните, я показывал, для примера. Я же не скрывал этого. Показывал Белоруссию, минус 13. Вот. Показывал этот, Волгу, там, все в снегу. Вот. Ну, кому надо опорочить саму идею. Ну, раз уже Лизово Краснодар, значит, тогда и это. Ну, понимаете, что в Краснодаре живет Куридюм. Он сказал, что у вас плоды лучше. У вас деревья здоровее. Вот. Естественно, он меня увидел не просто в сад, а изобилие увидел. А я его возил еще к Чернобаеву специально. Вот. Видели фотографию верхнюю? Вот. Я его возил по другим садам. Ну, понимаете, получается, а, у вас Краснодар, у вас по этому. А в Краснодаре не растет то, что у меня. Вот. Ну, и что касается зимы, сейчас все поймете. Вот. И вот что получается. Свежая фотография. А у них снегу выше пояса. А Ленинградская область там теплее, таких предельных морозов нет. Зато севернее, сами понимаете. Вот. Казалось бы, если у них белая ночь, красота. Вон, это самое, какое длинное дневное время. Так вот, вчера откапал абрикосы в более притененном. Нижний, поймите почему. Потому что сейчас, а, да нет, Сочи не сказал. У меня еще гостевая есть. И когда там именно Николай Георгиевич Сергеев свое разместил похожее письмо на это, и там сразу на то она моя гостевая. Вот. И умные люди начали спорить. Есть абрикосы, которые могут выжить, то есть, в которых у него прядь нет абрикосов. Кто говорит нет, то ссылается на климат, ссылается на снег, на мокрый, на сухой. И тут, бах, приходит вот это письмо. А я отмолчался. А люди же как? Как в том классика, помните? Что скажет, как там пишут? Кто только там было так? Кто скажет Мария Алексеевна? Так вот тут же, как авторитет, так и тут же. Только не у классика. А что скажет Валерий Константинович? Валерий Константинович отмолчался. И сейчас я решил на ваше усмотрение. Итак. У нее два участка, так. Более притененный снег сухой, земля мерзла. Подплеваний нет. На другом участке, где солнце, еще неделю назад раскапывал брюк. Там ниже со снегом мокрое, земля мерзла. Но между снегом лед от 1 до 3 сантиметров, все корневые шейки во льду. Кстати, это еще не страшно. Если в луже, там страшно. А на холме нет. Ну, смотрим. Видели? У него на холме. Откопало правильно. Высота снегового покрова большая. Если бы он таял сам, он мог искалечить саженец. Прямо разломать его. Раз. Вот. Конечно, мог сгнить. Вот. Ну, и так. Я теперь говорю то, что я считаю. Причем для меня здоровое дерево нетронутая почвой дерн. То есть, смотрите, какое. Я, как бы, там спор идет влажное, не влажное. А есть общее понятие. Просто здоровое дерево. Вот оно здоровое. Оно ничем не болеет. Я просто говорю, у него корневая шейка будет более прочная, чем у дерева, которое вот изувечит. Вот вспоминайте, я еще ниже покажу. Которое изувечит, а потом безнадежно лечит. У него оно все больное. И корневая шейка в том числе слабее. Понимаете? Вот. Поэтому первым пунктом здоровья нетронутая почвы и дерн. Это мой пример. Вот тут местечко освободилось саду. Вот. Казалось бы густовато. Вот он привез мой помощник, родственник, тележку. Земля нормальная, черная. Она, самое главное, ребята, у нас учеба. Говорю пару раз, еще повторю. Она стерильна. Что такое стерильна? Она взята не с нижних слоев, но спера снят дерн полностью. Дерн, там идут процессы гниения. Они же уже стерильные. Она там уже, вот эта земля, а я знаю сколько. Она примерно от 500 до 1000 лет назад, она была дерна. За это время все гнилостные процессы закончились. И в ней ямочка будет выкомана. И посажен саженец. Вот оно здоровечко. Помните, я сказал, что мой этот саженец за 5 лет, который меня хотят 5 лет купить, достигает, он у меня не только в высоту, в ширину, в бане. Размер бани. Так я показывал. Вот. 5 месяцев я показывал. Специалисты давали от 3 до 5 лет. И получается, ничего же нет. Никаких удобрений. Вот это самое главное. И так в нем вырастет здоровое дерево при условии нескольких еще причин, которые ниже. И тогда получится, что, например, при одних и тех же условиях, исключая крайности, вы их увидите, вот, тогда не надо бояться за корневую шейку. А Сергей Николай Георгиевич, он ведь суперспециалист. Его учить уже поздно. Вот. Если у него, вот фотографию видели, прекрасно, да? Вот. Но его учить поздно, а кто-то этого не знает, тогда пойдемте дальше. Здоровье дерево закалка. Я специально вам такой полу-три минуты приготовил. Вот это вот, я всегда сравню с человеком, да? Вот этот парень похож на меня, 40-летнего. Очень похож, прям вылитый. Вот. Сразу скажу, мой способ закалки человека, я когда прочитал, там как по кораблю потонул, там было тысяча-семь-то человек, дождались помощи человек 8, 8, по-моему. Ледяная вода, сами понимаете. Вот. Ну и получается, что я должен был бы в могиле, а я астму смертельную вылечил, вот это вот, купанием в ледяной воде, но об этом уже многие знают, рассказывал зимою. Так, значит, дерево закалка нужна. Вот я пишу, здоровье дерево закалка. Идем дальше. Значит, сравним с человеком. Итак, умение плавать. Вот. Деревья заливают водой, они плавать не умеют. Их заливают водой, у них полностью кислород исчезает, сгнивают корни. Вот мы даже боимся семечка сгнивать, да, а сгнивают деревья, потому что вот эти вот люди, они, это, два-три полива за лето, да, с запасом. Ну, знаете, раз, два, три, это получается, высчитать осталось, сколько тратится в день, умножаем на 30 дней, о, красота. И гробят деревья. Вот, закалка. Деревья, видите как, тут закалка. Вот. И здесь нужна закалка. И нам, и им. Метаболизм нам нужен. Сейчас, на эту тему долго говорить не буду. Ускоренный обмен веществ, это спасение. Почему? Потому что, если организм подвержен стрессу, то мы хотя бы, когда корабль тонет, или пару, там, полторы минуты в ледяной воде, и в баню греться. А деревья попадают сразу из южных краев. Вы заметили, мы с вами, ну, мальков может отозваться, может нет. Но если он отзовется, то пусть покажет сад. И фотографию уже со своего сада. И там будет, допустим, Богемия, прекрасно. Значит, Богемия на юге находится. Если он, это, выписал сайвенцы, ну, скорее всего, Средняя Азия. Может быть, Молдавия. Да, молдавицы много таких везут. Вот. Откуда метаболизм возьмется у деревьев? А они попадают навсегда. Им нужен ускоренный обмен веществ навсегда. А дальше, вспомните, перевод с крахмала в сахар и прочее. Уснете. Поэтому о пропитании будем говорить просто. Вот. Если я, например... Нет, давайте, ладно. А, еще знаете, что здесь? Я уже сокращу эту лекцию. Наличие всех органов. Вы видели, у меня пальцы все, на ногах все, руки есть, ноги есть, уши никто не отрезал, нос не отрезал. И это место тоже никто не отрезал. Вот. До сих пор на меня, кстати, не обижаются. Так вот, смотрите. Вот. Берется дерево. Видите? Вот. Когда с этого все начинается, то есть, понимаете, я говорю про сохранность корневой шейки. Она не только в том, что вот, в прошлый раз мы изучали это, что они засыпали опилками и польют, чтобы сгнило. То есть, естественно, если такая технология, а эта технология официальна. Они же не сами придумали. Так, где нам взять опилки? Тут вот написано, да, опилки. Вот. Так и написано. Давайте это. Они сами-то не садоводы. Вот она стоит возле из коричневого дерева. Садовод-то колесить бы не стал. А в предыдущий раз они не только, еще неделю раньше, одна пока драйвила эти самые, мох этим садовым раствором, другая стояла так. Чик, 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 чик. На глазах всей страны и моих. Чик, чик, чик. Я фотографирую, если чик, 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 чик. Так, естественно, после этого, даже если не делать вот эту смертельную работу, а это же яблоня, так, у него крепкая корневая. Они не замечают, что все остальное, включая грушу, гибнет. Поняли, да? Ну, давайте еще посмотрим, что мы упустили. Фотосинтез, полное наличие всех листьев. Вот. Вот здесь листья должны были расти. Вот примерно сейчас они, когда вот так вот делаются, кажется, что там выше будет листов еще больше. Вот. Страшную ошибку, мне кажется, сделала Наталья Андреевна, фамилию уже называю, когда сказала, штамп, помните, переписка с Сафроновым, штамп все-таки хоть небольшой, но нужен, потому что нижние ветки оттягивают питательные вещества в верхушек. Черта два завесили тут, тут везде, это потом, у меня есть целые разделы, там сотни фотографий уничтоженных деревьев с помощью обрезки. Там всегда под этой раны искусственные обязательно прекращается кровоток. То есть вы не направляете сюда, отрезав нижние скелетные ветки, поток питательных веществ, а прекращаете его, просто вы этого не замечаете никогда. Это Наталья Андреевна, а это вообще, это недоразумение, а не садоводы. Я уже их не матерю, а просто назвал недоразумением. Итак, фотосинтез, полное наличие листьев, только тогда, когда все до единого листочки на дереве целы, только тогда она максимально здоровая. Вот это должно стать таким, мне так хочется еще постучать, не скажу почему, хотя бы по столу деревянному. Вот, наличие всех полных листьев, всех до единого. Отсутствие повреждений я уже сказал. Мы говорим, я в поддержку, я хоть и говорю, буду нейтральность придерживаться, но я в поддержку все-таки Сергеева. У него же нет повреждений. Так вот, значит, про повреждения сказал, вот это вот, не просто дерево, это коллега из коллег. Просто она этого не знает. Вот, самое страшное, это вот эта иезуитская улыбка. Наличие всех органов включает центральный корень. Вот, это еще одна ошибка страшная. Уже когда корня нет, полностью, пересаженный саженец, коллега, уже коллега. Еще вот это они уничтожили, вот эти веточки, оно уже коллега. Получается коллега в квадрате, идем дальше. Целостность дернового слоя. Понимаете, дерево должно питаться. Дерновой слой включает в себя, а, ну хотя бы самое главное скажу, значит, травяной покров и сброшенные листья. Так, значит, дальше идет пищевая цепочка. Никто же в лесу их не кормит, мы же не бегаем в лес с этими, с тележкой, с перегноем. Вот, там идет пищевая цепочка, причем они еще, деревья еще и растут. Вот, что удивительно, никто не кормит, а они растут. Представляете, они растут. И вот получается так. Значит, вот эта вот целостность дернового слоя, она для того, чтобы микроорганизмы, насекомые, но я не могу сказать, что червяк это насекомое, это что-то другое, грибы, все это в сумме, бактерии все это в сумме кормит дерево. Так, ну, они, вспоминайте, как они выскребли все отсюда, чтобы ушли черви, дерево голодал. Вот, так вот, все это целостность дернового слоя. А еще не все. Вот так же, как тут нужен кислород, свет, там под землей, нужен кислород. Вот, они об этом знают, они вилами тыкали, они избавились от червей, вот, естественно, ходы зарастут, заилятся, и туда перестают поступать кислород, червей нет. А они вилами тыкать предлагают нам. А не два раза тыкнула она, а нам предлагают миллионы растам, миллионы деревьев. Вот, больше заняться нечем. Знаете, вот эта вот дурацкая работа, придуманная искусственно, они думают за дерево, они решили за дерево, что это вилами тыкать, кислород давать. А там нетронутый вот этот целостный дернового слоя подразумевает. Там несколько этажей под землю, там настоящие, там кладовые, там заводы, там фабрики. Вот, там снизу поступает влага, это самое, в виде испарения от водяного слоя. Туда поступают отходы жизнедеятельности по вертикальным каналам. Вот, есть такой горизонтальный перенос воды, но мне стыдно уже повторять. Это мои открытия, они-то этого не знают. Вилы, лопата, давай. Вот, они же вообще против вот этого. Тут они не стали калечить почву, а в других-то они еще все это перекапывали. Так, посадка, смотрите. Ну, если вы такие грамотные, если вас выпустили на всю страну, если вы самые раскрученные, ну, научите вы людей, чтобы посадка была по сторонам света. Вы же этого не делаете. Чтобы была, это, корневая шейка помечена, иначе никогда не угадаешь, где она. Даже абрикосы можешь биться. И вот тут начинается так. Если у абрикосов чуть-чуть, там где-то на сантиметр корневую шейку приподнял, опустил, дерево же больное. И вы спрашиваете, как же так, оно сгнило. Вот этот сорт нет. А этот, Сергея просит назвать сорта, который не гниет. Ну, есть просто здоровое дерево. Идем дальше. Посадка на половье холмы. Ну, куда без нее. Ну, это... Дело в том, что... Хорошо, чуть ниже. Наличие у гибридов супругов хотя бы одного антемика или старожила. Ну, а это уже чисто по Мичуриным. Это в идеале. Ну, вы согласитесь, что у нас, у сибиряков, мы пошли в успехе. Вот. Значит, Чернобай у меня не учился. На что ты, говорю, прививаешь? Блядь. Он говорит, на сибирку. А грушу? На уссурику. А где ты взял уссурийскую грушу? Я же один знаю, где она есть. Он мне рассказывает. И выясняется, что он второй последний, кто пастся именно в этом забросном саду. Вот они. Вот это старожилы, эндемик. А второй уже, пожалуйста. В Бельгии. У него лесная красавица растет. У меня растет. Только почему-то у него все то же самое, еще крупнее моих. Но у него сад мало уже. Вот так вот. Про это вот надо. А не как колечить деревья. Вот она, груша. Пожалуйста. Вы представляете, вот эта груша, которая практически тут ямкая. Она настолько маленькая. Ну, где-то со спичный коробок высотой. Вот. Но она успела... Ну, еще плюс добавьте, что это никто не эмульсировал. Она не эмульсировала. Она просто, как сказать, росла себе трава и росла. И вот эта сырость привела к уничтожению этой груши. Ну, посмотрите, что они делают. Они предатели, только они этого не знают. А учиться они не хотят. Им уже кто-то должен был мордой тыкнуть. Мои вебинары. Ладно. Дальше идем. Вот. Вот это абрикос. Так. Ну, тоже никто специально не собирался его гноить. Он сгнил. А вот это уже, знаете как, они вот это бы отчикнули только так, только вот подпустили. Вот вот этих самых, там, где они показывают, чик-чик-чик-чик-чик. Они не понимают, что когда полезли в боковые ветки, назовем, самое специальное понятие, волчки или жирующие побеги у них. Ну, а жирующие как бы, значит, уже одно слово, они уже как бы приговорены самим словом, жирующие, значит, бесполезные, а ту. И вот они все это отрезают. А это будущее крона, потому что здесь начался процесс, верхушки отсыхают, когда? Когда здесь уже прекращается кровоток. Ну, я так образно называю. Ну, неграмотные. Кровоток. Вот. Вот эта вот фотография сделана хозяином того сада, в Абазе я упоминал. Вот он взял, где он столько достал, золы, не знаю, древесные. Вот. И когда я начал раскапывать, а он не знал, у него так было золы много, вот так. Я ее раскапывал своими ручонками, вот, и показывал ему, что ты убил сад. А он говорит, ну, как так, я же книги вычитал. Ну, пожалуйста, я тоже золу. Единственное удобрение у меня за последние много лет, это зола, которую я жменьками рассыпаю, отступил метр-полтора. Просто, как порошок. Вот. Представляете? Вот она учеба. Но ведь он же перед этим, как убить сад, прямо в смысле убить сад, да? Он же все это прочитал, но там надо как-то разъяснять людям. Вот. А теперь еще раз. Ну, кто-то мордой их тыкнет, пусть они опомнятся, пусть снимут следующую, и к вам обращаюсь, феи. Вот. Я, и вот этот, который играет роль дурачка при них, журналист. Я к вам обращаюсь. Ну, пожалуйста, ну, следующий, Тарас-то, возьмите это самое, да, сделайте все наоборот. Именно наоборот. Надо же как-то сгладить. Вы не станете признаваться, что вы говорите самое, наломали дров. Вот. Ну, пойдем дальше. Полюбовались? Вот она, этот самый. Вот. И еще тут один момент. Вот видите, где мой курсор? Это проходит, а я наблюдательный, меня ведь это, без хрена не сожирешь. Вот это вот проходят шланги. Вот сад весь, да, с тысячами саженцев. Сад размером 6 гектар. 8 миллионов он ухлопал. Так вот, это шланг везде прокинут. И укажем дырочка. Это назвали скапельный пыль. Он тоже его научили. Вот. А здесь дырочка, и сюда, под это место, бьет струйка. Вот он включил насос, а насос мощный, и сразу сотни строек, и все сюда. Рассчитать, сколько нужно воды, да я бы не смог. Невозможно. И здесь все время сыро. То есть он мало того, что он засыпал золой, я ненавижу, с тех пор, когда я это увидел, я думал, большой беды нет. Ну и подразумевался кап, 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 где-то в стороночке, знаете, откуда-то что-то капает, устройство. Вот самое примитивное. Включил насос, струйка бьет прямо в штамп. И везде она была так отрегулирована, что включается насос, бьет именно в штамп. Я потом еще нашел такой участок, только поменьше. И тоже мертвые деревья. Но я вам уже показывал фотографии. Индия. Мой друг-семинарист, организатор моего семинара в Москве. Вот, фамилия Новотный. Один из организаторов. Поехал в Индию. Поехал. Он все начал делать. Он начал снимать. Вот один из снимков. А единственное, что умнее нас, а посмотрите, где-то все гниет. Если бы саженец, просто рост бы себе, и рост, ну, там, как мы называем, дикоросами называем. Ничего б его не было. Но этот-то посадили. Вот она, ямочка. Я подумал, не одни мы дураки. Как-то легче сразу стало, что не одни мы дураки. А то, с Индией, по крайней мере, там хоть свои фрукты едят. А мы-то показать, что мы едим. Вот. Ну, пошли фотографии. Вот такое мне прислали. Вот. Варианты пошли. Мне не нравится, что? Конечно, проветривание лучше. Значит, корневая шейка при прочих равных условиях, независимо от сорта, будет крепче, чем, допустим, если, ну, не хочу, чем вот это, да, потому что вот проветривание хуже, тут вода будет застаиваться, сырость, вот согласен. Но корни, потом человек говорит, да я посадил на высокие, еще круче моих, бог говорит, делает, а у него корни вот тут замерзают, а у нас же Сибирь, а это они понимают. Вот еще, вот, вот здесь вот глупость очередная, ведь они же взяли эти полиэтиленовые бутылки, это же те самые феи, только уже другая позирует. Вот, они, скажете, никакого отношения не имеют, но то, что саженец изувечина, вы уже видите. Чего тут не понять-то уже, теперь вы понимаете. Чтобы он стал, вот такую крону имел, вот такой длинный штамп, совершенно не нужно дереву, они просто взяли и 10, 20, 30 светочек, а поотрезали. Так, но они еще, им показалось мало. Вот уже, черт, мы про корневые шейки, уже корневые шейки приходится туго. И без этого, почему? Больной саженец, больном саженце все хуже, все намного хуже. Ну, я не зря показывал свою фотографию после купания в Венесея, да, и примеры приводил. Эти утонули, а эти еще на плаву. Вот, кто-то, потому что лучше плавать, кто-то, потому что закалялся. У кого-то метаболизма лучше. Вот. А вот тут же рядом, среди них человек, у которого, допустим, инвалид, руки нет, ноги нет. У него какие шансы? Так вот, без руки, без ноги, вот они. Они себе пальцы не отрезали, а дерево отрезали. Но это полбеды. Вот, делать им было нехрен, они взяли, и, смотрите, они, давай, вот эту херню заниматься. Я уже не могу, у меня слов нет, иногда порываются. Слово хер, оно зависит от слова, началось от слова хрен. Поэтому хреновина, хрен, ну, постепенно оно упростилось. Хрен, это 4 буквы, а хер, 3 буквы. Вот они херней занимаются, но это нематерное слово. Смотрите, когда они закрыли вот это бутылками, полиэтиленами, там, в теплую погоду, влюбуют, там просто жарче. Ну, ладно. Помните, я был противником побелки. Почему я был противником побелки? Потому что побелка отбивает солнечные лучи, дерево не нагревается, особенно это весной, осенью, когда ему тепло нужно. Я противник уже из-за этого, против белой побелки. Вот. А здесь, казалось бы, благо, но на самом-то деле, прощай, корневая шейка. Прощай. Почему? Там получается не просто парничок, там повышенная влажность, так, дерево искалечено, не сомневайтесь, они, это рассадник грибов. Вот. Самый настоящий рассадник грибов. И отсутствие кислорода, отсутствие проветривания. Вот. Ну, давайте, искать что-нибудь нормальное. Ну, посмотрели, да? Натурально все они занимаются. в, офис. и, Продолжение следует...